Совершенно невиданными восклицаниями Асанна, сыну Давидову, Асанову Вышнюх, восклицают как царя, приветствуют как царя. Но почему-то при этом нету того ликования, а есть глубокая печаль, потому что Господь восходит на вольное страдание. Поэтому Господь идет, чтобы отдать Себя за грехи людей. И как мы слышали в Евангелии прежде, шести дней Пасхи, Господь пришел в Ефарию, туда, где вчера еще воскресил Лазаря Четверодневного, который умер. Близкий человек, друг Господень, и его он называет Друг Наш Лазарь, умер. И иду воскресить его. И Господь специально медлил для того, чтобы явить силу Божию. Четыре дня Лазарь уже находился во гробе. И как сказала сестра его, когда Господь подошел к его гробу и потребовал открыть его, что смердит уже, то есть уже запах тления был. И какие слова сказал Господь в молитве Отцу Своему, Вседержителю, что эти слова я произношу ради людей, чтобы они знали, что я и ты одно целое, что я творю твои дела, чтобы они уверовали, чтобы в сердце их осталась вера в Бога. И очень многие в воскрешении Лазаря уверовали. Чудо невероятное. Мы до этого все время слышали и в Ветхом Завете, и даже в жизни Иисуса, что Он воскрешал сразу же умерших людей. Бещеря и Аирова. Но так, чтобы Он воскресил на четвертый день, когда уже человек стал предаваться тлению, это неслыханно. Но чтобы люди уверились, что в Нем есть великая сила воскрешать, давать жизнь мертвым, он обращается к Богу. И после этого Он говорит Лазаре, гряди и вон. И Лазарь вышел, ожил. И вернулась жизнь. Это лишний раз нам доказывает великую силу Божию, силу воскресения. И вот прежде шести дней Пасхи вечеря была в доме Лазаря. И Лазарь присутствовал на этой вечере. И вот Мария, сестра Лазаря, принесла драгоценнейший алавастер мира. Драгоценного. И разбивший его, стала возливать на ноги Иисуса и отирать его волосы своим. И как и прежде, даже когда иудеи увидели воскресение Лазаря, одни возликовали и возрадовались, трепетали, а другие не захотели в это поверить. Потому что злоба и зависть застилала их глаза. И они пошли и поведали перед священником. А те, в свою очередь, возненавидели и Лазаря. И решили убить и его. Какая логика в этом? Никакой. Только логика человеконенавистничества, зависть и злоба против божественной правды. Вообще против правды. Это показывает глубокое падение в гордыню, в состоянии ненависти людейских пересвященников и фолисеев. Многим. И вот и тут нашелся уже человек из ближнего окружения Господа. Один из двенадцати Иуда из Кориоцки. Который, как сказано, был вор. И все уже измерял в цифрах. И поэтому, когда он увидел, что мира драгоценные, дорогой возливают на ноги Спасителя, он сказал, зачем такая трата мира? Мы же можем продать их больше, чем за триста динариев и раздать нищим. И что вы думаете, он о нищих беспокоился? Сказано, не о нищих он думал, а потому что вор был. И Господь позволил ему собирать деньги в надежде, что когда-то он усовестится. Но нет, этого не произошло. Сребролюбивая, завистливая душа Иуда не исцелилась. даже пребывая рядом с Господом. Хотя очень много людей, только лишь даже увидев его, изменили всю свою жизнь. Его взгляд любви пронзал душу и наполнял ее любовью божественной. И вот этот человек был рядом, но его душа не коснулась любовь Божия. Он не открыл своей души, потому что душу свою, душу свою наполнил гордыней, завистью, стребролюбием и обидой, понимая, что Господь неземные блага ему подарит, невысокое положение в обществе. А духовное благо, а он их не искал. И поэтому сердце его все больше и больше исполнялось, наполнялось злобой, ненавистью, желанием отомстить. И вот Господь ходит в Иерусалим восседая на жребяти, на молодом осле. И сказано, что потом, после воскресения, апостолы услышав, вспомнив это, поняли все, все. Что же значит вход Господний в Иерусалим? Что же значит этот оселенок, на которого сел Христос? Это означает новую церковь, которая рождается в эти дни, ибо иудеи навсегда отвергнуты будут Богом. Потому что возненавидели Творца Своего, возненавидели того, кто наполнил их жизнью, кто согрел их любовью, исцелил их от болезней душевных и телесных. Но не все этого захотели. Кто-то решил уйти вместе с той частью падших ангелов, которые навеки пали и отошли от Господа. И вот Иерусалим встречает Христа пальмовыми ветвями. Мужчины, которые прежде слышали о воскрешении Лазаря, они пришли, чтобы встретить Спасителя. Но толпа есть толпа. Толпа не всегда осознает, что делает. И если они сегодня кричали благословен гряды во имя Господне, санов вышнет, то завтра они уже будут под властью совсем других чувств. Они будут безумно кричать «Распни!» И поэтому сегодняшний праздник это с одной стороны торжество, это исполнение закона и пророчества о Христе, потому что Господь входит в Иерусалим, как сказано в древних пророчествах, сидя на овчате в сыне под яремном, но это и восхождение его уже на Голгофу. Ибо Иерусалим это и есть Голгофа. Это его Голгофа, где по прошествии шести дней он будет распят. Вся злоба мира и зальется на него. Вся ненависть мира соберется воедино в этом месте, чтобы сразиться с вечной правдой и вечной любовью. И Господь вознесен будет на кресте и принесет великую жертву себя жертву за искупление человечества, за искупление тех, которые не хотят погубить свою душу, которые не хотят остаться в вечной злобе, которые будут бороться, преподобная Мария Египетская до последнего боролся, чтобы навсегда соединиться со Христом. Поэтому и мы, дорогие мои братья и сестры, сейчас вместе со Христом и вместе с теми людьми, которые взяли в руки пальмовые ветви, ваи, цветы, мы тоже будем воскресать благословен гряды Господь Царь Израиль. Но мы вместе с Ним дойдем и до предательства, и до долгов, и до плевания, до оскорбления, унижения, злобы, ненависти, клеветы, все это мы тоже должны испытать вместе со Христом. И вот тогда мы увидим воскресенье. Мы увидим, как душа наша очистится от злобы сатанинской, от той вселенской злобы, которая сейчас сосредоточилась для того, чтобы убить Христа. Но Христа нельзя убить. И нельзя убить христианина, последователя Христа, потому что он идет вслед за Христом. И он воскреснет, как воскреснет Христос. в том же Иерусалиме и воскресеньем своим дарует и нам вечную жизнь. Аминь. Спасибо. Мы все души, если бы помышление наше горе сели, сели, прежде у и . . . . . . . . Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова